человека. Доктор Чепман из Института изучения боли в Юте приехал в храм Ши Ян Минга. Он будет фиксировать изменение частоты пульса и давления в момент, когда Ши Ян Минг подвергнется болевому воздействию. У обычного человека, испытывающего боль, повышается давление и учащается пульс. Поэтому сегодня наши испытуемые должны продемонстрировать, так это или нет. Особенно Сифу. Мы хотим выяснить, будет ли его реакция обычной или особенной. Техника жесткого цигуна или железного тела, которую он показал, доказывает, что он физиологически готовится к выполнению упражнения. Мы зафиксировали учащение пульса и повышение давления непосредственно перед упражнением. А как только кирпич разбился, показатели быстро упали и практически сразу же пришли в норму. Как оказалось, Ши Ян Минг способен заранее повышать кровяное давление и частоту пульса. Возможно, в этом кроется секрет его нечувствительности к боли. Это можно использовать при разработке методов борьбы с болью. Мы часто думаем, что боль — это нечто данное, что мы ничего не можем с поделать. Возможно, кто-то другой может помочь нам снять ее с помощью лекарств, операции или лечения. Но сами мы бессильны. Этот эксперимент и то, что демонстрируют десятки людей с помощью самых разных практик, доказывают, что человек обладает способностью превозмогать боль в определенных обстоятельствах. Если это делают другие, то это под силу и нам, если мы осознаем возможности контролировать свою реакцию на боль. Ши Ян Минг использует медитацию для управления энергией, которую он называет Ци, добиваясь ее свободного течения по всему телу. Когда Ци течет плавно, он может концентрировать ее, направляя жизненную энергию в самую уязвимую часть тела. Энергия Ци встречается с энергией боли. И он не чувствует боли. Главное — это Ци. Ты можешь использовать свою Ци и накапливать Ци одновременно. Все происходит в голове. Если разум свободен, если мозг пуст, без мыслей, то это возможно. Но нам нужно быть сильными физически и сильными духовно. Всегда. Потому что разум контролирует Ци. Ци защищает мою кожу, мое тело, и оно становится неуязвимым. Эти люди отличаются самодисциплиной. Они учатся у учителей, постигают мастерство интуитивно и способны снимать боль у самих себя. Как, неизвестно. Если бы они поделились с нами тем, как они это делают, то помогли бы нам понять, каким образом мозг обретает самоконтроль над болью. Главный урок в том, что не стоит недооценивать свою внутреннюю силу и энергию. Доктор Чепман привлек добровольца, который должен продемонстрировать более нормальную реакцию на боль, чем мы видели у Сифу. Пожалуйста, поднимите руку выше. Спасибо. В этом эксперименте доктор Чепман заставит добровольца по имени Ном испытать болевые ощущения. Сначала он берет у него из руки кровь, а затем упускает его руку в ледяную воду. Ощущение, которое возникает в результате, называется пагубным стимулом. Проще говоря, очень больно. Ном не готовился к боли, так как это делал Шиен Минг, поэтому его кровяное давление и пульс должны подскочить. Терпите, пока сможете. Реакция на боль у Нома выражается повышением давления и частоты пульса. Как видно на мониторе, его давление уже повысилось до 165 на 99. Пульс и давление продолжают расти. Сейчас уже 174 на 100, как мы и ожидали. У него вполне здоровая нормальная реакция на пагубный стимул. В этом эксперименте измеряется не сама боль, а реакция на нее. Реакция Шиен Минга должна быть совсем другой, если то, что он говорит отцы, это правда. Поехали. Все. Очень хорошо. А теперь поместите руку в ледяную воду. Полностью. Хорошо. Вы ощущаете боль? Я ощущаю тепло. Сейчас его давление 166 на 103. Мы начали с давления 170 на 97. А это значит, что оно практически не изменилось. Возможно, в момент подготовки он концентрирует энергию, которая перекрывает болевой порог, благодаря чему он действительно совсем не чувствует боли. Через несколько минут, когда я рассчитывал увидеть резкий скачок давления и пульса, мы видим снижение параметров. Они стабильны или даже ниже, чем были. Здесь нет обычного повышения параметров пульса и давления. Нет видимых признаков боли, выражения лица, гримас, которые бы свидетельствовали о том, что он испытывает боль. Все в порядке. Посмотрите, какого цвета его рука. Работай над своей ци. Эта бескровная, побелевшая от холода рука должна болеть. Физическая травма на лицо. Но укращая энергию ци так, как это делалось много веков, Ши Ян Минг способен выполнять болезненные упражнения, не испытывая боли. Если вы правильно используете свою ци, вы можете делать удивительные вещи. Вы можете направить свою ци в правильное русло. Боль – это как жизнь. В жизни всего понемногу. Иногда жизнь бывает горькой, иногда острой, иногда сладкой. Вы должны наслаждаться жизнью, понимаете? Уважая убеждения Ши Ян Минга, доктор Чепман выдвигает альтернативную теорию. Если Ши Ян Минг готовит свое тело к боли, повышая давление и частоту пульса, то, возможно, он использует инстинктивный механизм, который у остальных включается только в экстремальных ситуациях. Возможно, это часть механизма, который активизируется в момент автомобильной аварии или неожиданной трагедии, когда человек вдруг понимает, что совершенно не чувствует боли. В целях выживания мозг вполне способен приводить в действие защитные механизмы, которые отключают боль. Способность Ши Ян Минга отключать боль – следствие 25 лет тренировок. Но все же мы можем кое-что почерпнуть из этого и других примеров управления болью. Возможно, это ключ к пониманию смысла боли. Мы можем многому научиться у людей, которые способны превозмогать боль. Некоторые делают это в рамках боевого искусства или духовной практики. С другой стороны, есть множество людей, страдающих от таких болезней, как рак, которые превозмогают боль только благодаря силе характера. Они тоже могли бы многое рассказать. О чем они думают, что чувствуют, как относятся к боли и какой видят в ней смысл. Тогда у нас был бы шанс разработать методику, которая бы позволяла обучать людей предотвращать мучительную, изматывающую боль. А если они уже испытывают ее, то обучать их ослаблять ее и отодвигать на задний план своей жизни, а не выдвигать на передний, где она заслоняет собой все остальное. И хотя у большинства из нас нет времени или желания посвящать себя тренировкам в духе Ши Ян Минго, мы можем извлечь пользу из дисциплины ума и тела. Помогают даже простейшие формы самоконтроля. Мы можем использовать релаксацию, гимнастику и медитацию, чтобы контролировать собственную боль. На Филиппинах Страстная Пятница.